Еще рано утром в Центральной районной больнице и главном Краснодарском медучреждении находились 19 пострадавших. Из них пятеро в тяжелом состоянии, они находятся в краевой столице. Как отмечают медики, двоим, несмотря на помощь, опытных врачей лучше не становилось. Напомню, в пятницу в поселке Волна со строящегося пирса упал в воду автобус с рабочими. Погибли 18 человек, 33 получили различные травмы. На место трагедии сразу же выехал глава региона Вениамин Кондратьев. Вместе с губернатором строящийся пирс, где случилась авария, осмотрел председатель совета директоров компании Мишель Литвак. Губернатор края поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и родственникам погибших. Царство небесное всем, кто погиб в этой трагедии. Но мы должны думать сегодня о живых, в первую очередь о родственниках погибших и о тех, кто пострадал в этом чрезвычайном происшествии. Конечно, надо сделать выводы о причинах произошедшего и сделать все, чтобы подобная трагедия уже никогда не повторилась. Администрация края окажет поддержку всем, кто пострадал, необходимую поддержку в этой трагедии. Для нас важно, чтобы и семьи погибших, и все, кто пострадал, и в целом люди чувствовали, что сегодня они не один на один с этой трагедией, с этой бедой. Для меня вот все люди, которые здесь работают, они мне все очень-очень близки. Все, кто бы, даже если я их не знаю, поэтому я к ним буду относиться как к своим. Максимально то, что будет зависеть от нас, мы все поможем. Мы все, все, что будет здесь, я сегодня остаюсь, я никуда не улетаю. Будем тоже разбираться, что, где, чего, почему это случилось. Я никуда не уезжаю, я буду здесь. Ну, конечно, поможем. Предположительной причиной крушения стало ДТП. Согласно основной версии, у транспорта отказали тормоза. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемых в трагическом происшествии уже арестовали. Это водитель автобуса «Карапет» Микаэлян и индивидуальный предприниматель, который предоставлял услуги по перевозке людей, Юрий Вичерадзе. Темрюкский районный суд вынес решение заключить их под стражу сроком на два месяца.